В саду непрерывного цветения благоухающего рая, созданными руками студентов и преподавателей Бергу имени Пушкина, наступила долгожданная и любимая многими пора цветения. Каких цветов и растений здесь только нет. Нежно-розовым ковром украсил участок серо-голубая гвоздика. Рядом уютно расположились стремящиеся ввысь гладиолусы и прекрасные ирисы. Настоящим украшением сада стали азалии. За их капризный нрав этих красавиц прозвали цветами-аристократками. И это далеко не все представители флоры, которые можно увидеть на небольшом, но очень многонаселенном участке. У нас здесь много. Я только назову вам, что у нас около 100 видов и 160 форм. То, что люди называют сортами. В сумме примерно около 260 у нас таксономических единиц. Это достаточно много растений на такой кусочек маленькой земли. В этом году всех радует нас и жителей города. У нас есть растение глициня китайская, которая у нас не цвела до сих пор. То есть она росла до того состояния, когда она может дать обильное отцветение. И люди приходят, любуются. Среди безобидных лян, флоксов и лициней на территории сада нашлось место и не совсем безопасным растениям. К их числу относится знакомый многим оживельник, ягоды и молодые побеги которого содержат в себе энное количество яда. Изрядно подпортить самочувствие может и ароматный ландыш. От его букетика может запросто разболеться голова. А красные ягоды вполне могут стать причиной отравления любопытной ребятни. Опасны в этом плане клематисы, а также бобовник, который радует глаз прохожих на Советской своими золотыми соцветиями. И это еще не все растения, которые тают в себе потенциальную опасность. Если говорить о таких опасных ядовитых растениях, которые могут встречаться в озеленении, одно из опаснейших это, конечно, тисы. Многие растения применяются у нас в зеленом строительстве, в нашем озеленении. В том числе и в озеленении дошкольных учреждений можно встретить и тисы, можно встретить бересклеты, и бобовники. Но это не совсем правильно. То есть нужно обращать внимание людей, которые занимаются этими вопросами, на то, что все-таки исключить из ассортимента растений, предлагаемых для озеленения детских учреждений, школ, детских садов, вот эти виды. Зачастую любой разговор о ядовитых растениях обычно вызывает замечания типа «А вот я в детстве съел и не умер». Полезная информация в таком сообщении ноль. Токсичность растений зависит от времени года, погоды, почвы, удобрения и географического положения. Это относится и к тому же бобовнику, и королю сорняков, борщевику сосновского. Конечно, в саду от святения его не встретишь. А вот в поле, на дачном участке и даже во дворе у многих горожан запросто. Кстати, часто любители цветов увлекаются сбором лекарственных трав, которые тоже, к слову, бывают не всегда безобидными. Дело в том, что любой яд, вы знаете, в малых дозах – это лекарство. То есть, по большому счету, большинство лекарственных растений тоже ядовитые. Ну, и зная тягу наших, скажем, обывателей к лечению, к траволечению, к народной медицине, к фитотерапии, так называем, как мы ее сейчас называем, нужно предупредить вот таких любителей о том, что главное в этом деле – доза. То есть, дозировка, то есть, не заниматься самолечением, то есть, обязательно консультироваться с врачами, со специалистами. Восприимчивость к яду может сильно отличаться у разных людей. Если кто-то легко перенес отравление, то это не значит, что другому не нужно будет вызывать скорую. Следует помнить, что наибольшую опасность ядовитые растения представляют в жаркое, солнечное, сухое лето. Особенно это важно помнить во время путешествий. Знакомое нам в Беларуси слегка ядовитое растение в Греции или Испании может оказаться смертельно опасным.